здравствуйте друзья на ночном хайвее светлана и михаил портнов зачитывает письмо зачитывает светлана обсуждаем вместе давай свет живем в германии вроде все хорошо для ребенка государства делать все по максимуму при разумной цене страховки улиц в цвету соловьи поют каждый два квартала ухоженный парк воздух чистый климат мягкий очень нравится что от дома до офиса 10 минут пешком по той самой цветущей улице соловьями но чего-то не хватает эстетики окружение с близкими взглядами на жизнь упомянутых вами opportunities хочется находиться вместе ментально близком для меня и жены и благотворным для ребенка для нас важна эстетика и окружение здесь мы этого пока не нашли смотрим опенхаузы с калифорнийские и опять не видим ничего того что радовало бы глаз все домики на уровне простых подмосковных дач неужели нормальный дизайн даст домов и интерьеров доступен только голливудским звездам москве до кризисное время эстетичное жилое пространство могли себе позволить владельцы небольших фирмочек даже наемные сотрудники стабильных компаний у американцев силы канвалы доходы существенно выше неужели нет стремления к прекрасному отсутствуют эстетические потребности вот так это даже не один вопрос а несколько невнятных тем если будет вдохновение порассуждайте пожалуйста значит что ты скажешь по поводу эстетических потребностей ну я бы так сказала что вопрос в общем-то достаточно очевидный да я не открою никакой истинности скажу что на вкус и на цвет товарищей нет поэтому люди например которые выросли в россии у них эстетические запросы одни а у наших калифорнийских фермеров вот это то чего начиналась калифорния эстетические запросы совсем другие ну подожди фермеров а вот программисты они не подожди секунду давай все-таки население силиконом италины хотя америка принимает очень много иммигрантов да но они все приезжают в разное время и это такой мел тинг в котором все перемогли ли мы все время когда приехали ходили знакомиться с американцами как-то так задруживали с ним приходили к ним дома и были просто в шоке потому что они с такой гордостью показывали нам дом украшенный там им то полотенцами с жирными кроликами и занавески на которых тоже были эти жирные кролики и посадки под посуду у них тоже были с этими жирными кроликами они коллекционировали собирали это нравится поэтому когда мы говорим об эстетических запросах мы не можем сказать что эти эстетические запросы одинаковые абсолютно для всех люди выросли в своей среде и мы сюда приехали со своими эстетическими запросами поэтому требовать от американцев которые здесь живут давно и дома эти существуют там они построены в долине где-то в середине 50-х в основном да это как бы нереально что можно делать да вот мы сегодня были на опыт хаусах и снимали новые дома новые дома строятся которые типовая застройка да естественно этот билдер который строит он хочет сэкономить но построить что-то такое что сегодня на марке котируется что на маркете котируется сегодня некоторые элементы современного дизайна больше света высокий потолок он все это старается это не столько относится к внешнего вида дома сколько того что внутри да а снаружи они достаточно новые дома достаточно симпатично смотрится снаружи хотя внутри они будут такие уж маленькие такие но не простенькие достаточно простенькие снаружи то есть ну там но по штукатуре нет у них красивая черепичная крыша будет мне будут какие-то девочки там чуть-чуть и там будут какие-то снаружи вещи которые делают весь этот комплекс достаточно привлекательным а что касается просто жилого фонда индивидуальных домов то тут поскольку как я уже сказала дома старые то единственный способ сделать дом под себя это его перестроить и дальше уже ты сам себе со своими вкусами со своей эстетикой строишь себе дом строишь или перестраиваешь строишь перестраиваешь это зависит от соображения от бюджета и так далее что я хочу сказать что мы-то выросли в россии а все-таки архитектура в особенности может быть не столько москвы сколько петербурга она выстроилась итальянскими архитекторами немецкими и поэтому этот европейский стиль он нам навел какую-то культуру понимания вот какая должна быть архитектура и что нам близко эстетически ну здесь этого нет но внутри-то дом может сделать вообще любым по сравнению если есть какие-то желания украсить дом в соответствии со своим притязанием то можно это сделать другой вопрос что да вот как бы вот я я тоже понимаю где-то вот в этом вопросе проскальзывает что мы которые выросли в общем-то в нищете я росла вообще в коммунальной квартире относительно относительно и конечно вот если вы посмотрите на эстетические запросы вообще средние полосы россии да это вообще будет бренчатые избы нет это не эстетические запросы может быть реальность реальность какого-то времени но определенные прослойки людей достаточно каким-то материальным достатком есть какие-то эстетические запросы а в некоторых есть пометчики усадьбы да например а вот но что я хочу сказать что мы выросшие в общем-то в аскетичном таком образе жизни всегда хочется чего-то большого и светлого шикар да и вот значит сколько лет назад 15 лет назад да мы снесли полностью старый дом и стали строить новый дом но и поскольку на тот момент времени нам хотелось вот этого эстетичного шикарного и классного да то мы построили такой небольшой дворец и прожили в нем лет 7 наверное но дело все в том что когда у тебя дворец внутреннее состояние должно соответствовать этому дворцу то есть просто вот желание эстетически наслаждаться видом этого дворца снаружи или внутри или недостаточно потому что получается такая история ты живешь в дворце ну и как-то не к лицу ходить в халате например в этом дворце или в спортивных штанах свои провисшими коленками то есть дворец он требует определенного соответствия да и вот это соответствие со временем начинает напрягать потому что хочется расслабиться дома светит светит ты понимаешь все таки что получается ты построила дворец в том смысле в каком ты считаешь это дворцом вот автор письма посмотрев на твой дворец сказал бы тебе это очень простое жилье там нет никакой архитектуры там нет абсолютно ничего такого и потому что он живет в германии и в германии есть определенный стиль и ты вот сравниваешь время там со средней русской полосой понимаешь а он живет в германии я же говоришь при чем тут средняя русская я отвечаю на вопрос что на вкус и на цвет товарищи нет поэтому его он говорит почему в америке нету домов которые бы соответствовали его эстетическим запрос за чик твой дом наверняка не соответствовал его запросам я тебе объясняю потому что соответствует запросам какого-то конкретно человека ничего не может мы сами создаем свои свои дома и мы сами создаем атмосферу в этом доме и мы создаем интерьер этого дома если ты идешь по улице ну чё ты говоришь вот идешь по улице по одной улице по другой улице по пятой улице и ты видишь что это не германия света конечно не германия потому что калифорния начиналась золотой лихорадки с простых работе просто нужно было жилье чтобы жить все конечно ну подожди на секунду ну ты не на том вообще говоришь давай о том о чем человек говорит на его вкус здесь нет эстетики я говорю и не может быть по определению потому что эстетические понятия у всех раз но немецкой европейской эстетики здесь нету но я говорю в данном случае вообще о другом я говорю что поскольку этого быть не может вообще может то мы сами для себя своем доме создаем свою эстетику и это не только внешнее оформление но это душа это оформление это самое то как ты себя чувствуешь в этом доме это гораздо шире он тебя другом год он как я иду на работу 10 минут по городу по городу и у города есть эстетика вот она красивая большим недостаточно это не хватает а тут еще америка где и этого тоже нет то есть я делаю все в том что если человек высоким настроением что он хочет что-то найти заранее где-то это обречено на провал или да или нет а потому что мы только сами себе можем создать то что нам будет нравиться внутри очень редко как внутри и снаружи значит когда мы искали дом я понимала что самый первый дом что мы у нас не было денег перестраивать и ничего я искала дом в котором с которым я могла смириться там не было не эстетики ничего но мы какое-то время пожили стране и понимание того что то чем я могу смириться и жить на этом этапе да я могу это купить а если я хочу чего-то большего то нужно сделать самому туда тут много домов на перед это заходишь там прихожей нет вот ты сразу вваливаешься в дом против и нам нам хотелось что было прихожая еще какие-то вещи были но с другой стороны например тот дом который мы купили первый там не было формул дайнинга а это как бы по американским понятиям как бы важно но нам например лично это было настолько без разницы до что мы даже него не обращивание правильно используя сейчас понимаю что его можно было обустроить совершенно по-другому но это опять то что приходит с опытом это не не сразу вот эти видения как сделать дом таким чтобы туда и приятно было зайти чтобы комфортно и создавал правильные ощущения да не появляется там вот сразу дело в том что когда мы приехали тоже увидели эти дома мы говорим боже это сараи и сколько они стоят эти сараи совершенно не соответствует цена тому как они выглядят но потом мы стали различать сараи сараи бывают разные эти сараи по сараистей а вот эти сараи уже немножко более высокого качества давай я попробую может быть как я понял вопрос я вижу что мы ставим немножко понимаем вопрос по разному я понимаю вопрос так вот люди стремятся к эстетичному красивому они хорошо зарабатывают почему же вот их улицы их дома вот так выглядят как вот но не поймешь чего и он смотрит на эти опенхаузы вроде дома никакие дома значит тут что получается что во первых ты привыкаешь к тому что есть и начинаешь реалистично выбирать из того что есть и как-то ты уже перестаешь думать о том что в германии там одно венгрии другое в китае 3 вот и вот и здесь живешь и ты здесь смотришь на первое второе ты не хочешь даже когда ты делаешь там переделываешь или что-то такое сам можешь себе позволить изменить доме ты тоже не хочешь это сделать настолько специфичным или там характерным чтобы потом стало сложно продать потому что люди которые покупают они тоже не очень не очень стремятся вот-вот к такому вот я помню мы с реалистичным агентом разговаривали на ранних стадиях нашего пребывания в америке и вот он нам эту идею объяснял вот то что сейчас рассказал я могу а например он готова например раз был пример но например говорит он сделать бассейн можно выкопать бассейны сделать его в форме рояля и тебе может быть даже нравится бассейн форме рояля но если ты начнешь продавать этот дом то может оказаться что он оттолкнет как бы много многих потенциальных покупателей это общее самое рассуждение у нас было очень конкретное рассуждение когда мы в квартире самое купили квартиру и поклеили ванной комнате стены красивыми обоями такими большие цветы такие английские обои очень красивые а потом мы съехали нам нужно было эту квартиру сдать и никто не хотел снимать эту квартиру с собой нам пришлось потратить и покрасить просто все обыкновенной краской люди напрягались от таких вот ванных комнат которые наше советское сознание которому а посмотрите мы купили это была первая наша квартира купленная мы пошли в магазин сейчас его уже нет давно был магазин вообще в америке обои не очень принято вот это был обойный магазин и мы пошли там были самоклеющиеся и такие и сякие и английские и там боже чего там только не было и мы вот эти вот обои которые в москве вот в наше время да вот умереть не встать вот такие были обои очень и мы их сами резали и клеили его же насколько мы не не рукастые со света и по этой части но денег не было никого нанимать в общем мы сами сами поклеили сами все сделали не знаю нормально поклеили продать ничего кривого не было да в общем нормально сделали застыковали вы взяли книжку как заработать рисунки там большие цветы очень-очень были так горды и довольны вот этими нашими на советский вкус обои и мы каждый раз заходили в одну комнату как тут красиво а потом американские жильцы говорят это что такое вообще не годится никуда надо все это убрать но вот поэтому это опять же мы возвращаемся к вопросу на вкус на цвет но я понимаешь как я шире города прямо тут вот вопросе давай прочтем потому что здесь мне речь не идет только а чисто внешне ставить давай давай может я не заслужил уже ты читаешь а я на сумму спринял удар да тут давай сводка но чего-то не хватает вот он говорит очень да что от дома до офиса 10 минут пешком на той самой цветущей улице соловьями но чего-то не хватает и дальше пишет эстетики а может быть окружение с близкими взглядами на жизнь то есть окружение не хватает на самом деле люди ведь склонны неправильно формулировать вопрос да вот чего-то где-то зудит да а вот понять а что же зудит не очень понятно ну такой эстетики как вот ты ходишь по улице по германии да здесь такой не будет и конечно может быть новостройка людей близ близкими взглядом вот это чего не хватает но как вообще мы отношениями это все потому это все имеет отношение я тебе скажу так этот вопрос намного шире чем просто эстетика ты видишь на дома он тебе нравится этот вопрос например например давай связан со вкусом еды вот например да в каждой стране свой вкус еды вот все говорят ой приезжает в америку помидор невозможно есть действительно в америке помидоры в обычном магазине такие что ты кушаешь не не чувствуешь того вкуса который ты ожидаешь вот найти свою бутылку в америке есть всего просто люди когда приезжают там погасить они не знают нюансов есть любые помидоры с любым вкусом и клубник и чем лев то же самое клубника то есть одно в целом создается а ощущение это ощущение того что чего-то не хватает вот все замечательные комфортные соловьи поют и улица красивая и парки и все а чего-то не хватает и это очень комплексное понятие почему я говорю что вот должен быть дом в котором ты создаешь свой собственный дух даже этот дух интерьером ты создаешь этот дух не той которую ты кушаешь на задержит дух друзьями с которыми ты общаешься даже это очень комплексное понятие и в этом смысле вопрос гораздо шире чем просто чем просто эстетика окружающих домов выходишь на штрассы делать свой там не знаю что шпацирую вот этот ногтегалей понимаешь поюте а все чего-то не хватает вот поэтому человек создает себе все сам он создает себе сам среду он создает себе сам эстетический интерьер и он находится в этой с которыми комфортно вот к чему я планирую вот это самое понимаешь находить нахождение друзей это довольно сложный элемент потому что когда в другой стране и там может не быть просто критической массы это сложно это сложно потому что когда мы растем вместе с кем-то да все детство у нас друзья по личной клетке у нас общий взгляд на жизнь нам с ними легко потому что мы формировались в этой среде у нас общее понимание жизни с этими друзьями давнишними самыми самыми старыми дошкольного возраста школьного с ними легко и приятно но когда выпадаешь иммиграцию ты как бы не выбираешь уже себе людей которые выбираешь в мире нет но те люди которые есть вокруг сложившиеся люди и не совсем тебе комфортно но из тех которые имеются это пытаешься найти тех с которыми тебе более комфортно ну да они находятся то есть поскольку есть встречное движение все оказываются как бы в ситуации когда разорванная связь начинается новый такой активный процесс поиска новых связей есть масса совершенно нормальных замечательных людей в общем я не вижу какой-то такой проблемы особой но но это время занимает время это усилия это это усилия на него уже говорили об этом что это работа и к ней нужно относиться как части да и работа в иммиграции причем это интересно что когда люди только приезжают у них столько насущенных и ежедневных проблем что совершенно им не так не до того чтобы сфокусироваться и искать друзей потому что у них просто не очень по стрессам они очень заняты это только они обустроились немножко вот как этот человек у них все в порядке с денежкой они они пристроены у них есть жилье ребенок ходит сзади все хорошо и туда начинают смотреть по сторонам и понимают что вот им этого не хватает сегодня есть целый мир целая вселенная социальных сетей и ты можешь обрасти друзьями еще до приезда и они тебя еще встретят и привезут там и я не знаю там магазин 1 отведут там машину с тобой пойдут покупать и так далее поэтому сейчас намного проще стало а в наше время было немножко проще потому что тогда как-то был такой массовый заезд беженская миграция и нас всех как-то так группировали выходили вместе на appointment и какие-то нам как какие-то культурные мероприятия там устраивали знакомили там с этим с тем и получалось что курсы были разные вот я в корейском центре работал тогда преподавал там машинопись и что-то там простенькая word processing вот и и там ребята люди знакомились они там вот приходили изучать там чего-нибудь и общались то есть был очень интенсивное общение я могу сказать что конечно сейчас очень мало осталось вот людей общение с теми с кем общались 25 лет назад вот его сейчас практически нет она куда-то сошла на нет ну как-то все своими делами занялись и разберутся дети выросли внуки подрастают и очень наверное сил меньше становится на общение вот мы с этой дачи лишь как это сам как эти береги света до туман туман да сейчас вот увидит нас в тумане кто-нибудь и будут публикации какие-то недобрые а вот мне сегодня мальчик один написал что вот какие-то страшные вещи пишут самый крупный обвал там акций в соединенных штатах за 120 лет ну вот что-то такое там пугают ну а чё же действительно здесь очень не напугать если где кошмар так это тут вот я говорю от туман вот как кошмарные туманы застилают а вот мы и видишь альвы из глубинки так из ямки выехали так вот об этом уже никто не напишет об этом нет напишет что въехали в туман и что дальше непонятно так что мы какая у нас логическая концовка цвета логическая концовка что из этих у себя вокруг себя создаем сами и круг людей это общение ну что же хорошо я на самом деле скажу что у него все здорово вот он живет германии слушаем ему нравится ему нравится как с деточкой у него там хорошо да то есть ему какие-то надо чтобы все было чтобы чего-то не хватало я тебя не поймут это очень старая кошмачка райкина кто сейчас помнит райкина но неважно в общем деточка да там как государство какие-то видно там программы там и так далее ему нравится у него работа рядом он цветочки вокруг цвету наверное ему чего-то не хватает но я вам скажу я помню время когда например не хватало на уровне вот молока ребенка купить не хватало не продавалась вот такого было я уже не говорю там про мясо или там не дай бог там колбасу копченую вот границы закрыты много всякого было поэтому ну наверное чего-то не хватает человек не может сказать что у меня все в порядке потому что тогда вот вперед двигатель не будет как вот это вот не всем не все в порядке этот двигатель прогресса то есть у него в целом все очень здорово и когда он смотрит на америку и говорит что вот тут какие-то вот эти оппортюнити это правда мы в германии знаем какое-то количество людей вот наших там сокурсников и они в общем-то и друзья и они все так как-то вот немножко жалуются на это на то что как бы вот эти три мигранты и вот и с акцентом и ты вот все дела вот у тебя очень многие дороги как бы перекрыты ну ну да в этом смысле америка очень открытое такое общество и как бы здесь нет фактически вот этого государства образующего народа не это не немцы и не французы и не там не японцы а это вот некоторая такая некоторая такая совокупность и что там выходит из этого плавильного котла вот и поэтому очень доброжелательное отношение к мигрантам и никто тебе не будет понаехали потому что вот эти понаехавшие они как бы и есть продолжение жизни продолжение традиции и развития страны здесь рады людям поэтому такая вот интересная особенность но он получил бы здесь больше оппортюнити всяких но он не получил бы тех программ которые там у него для ребенка да потому что здесь общество не такое социальное как в европе где тебе планка обеспеченного государством европе выше здесь это планка намного ниже то есть тебя поддерживают снизу но но не сильно так конечно никто на улице не умирает там не голодает и так далее но в общем это совсем другое видение жизни чем например в европе поэтому вот окажись он тут может быть у него непорядок в другом месте бы открылся там трудно трудно сказать понимаете это все пока вот так не 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 поживешь так и не узнаешь мы знаем людей которые до того как приехали в америку они были очень радужны и относительно перспектив грядущих но они не понимали что за этим стоит что нужно работать что нужно там еще чего-то у нас вот был один знакомый хороший который перед тем как приехать в сша прожил 7 лет или там 6 лет прожил венгрии и и как-то вот понимаете ему там как-то так пришлось хорошо я не знаю и вот он попал в бостон когда приехал и вот они живая куда же разбились на этой почве потому что жена была очень довольна а и повод этого как раз архитектуры вокруг одни сарай где эстетика делать кабачки в которых можно там посидеть там попить пивка там в интеллигентной обстановке какая-то все было не так ему абсолютно все было не так и вот они с удовольствием я думаю что это было не столько эстетика сколько внутреннее состояние опять же ну хотя он жаловался на это не нравилось так что никогда не знаешь в этом есть всегда какой-то риск но я первое что я хотел бы сказать что я рад за ребят что они живут нормально и все у них хорошо вот если им что-то не хватает ну дай бог что всем вот такого не хватало в этом есть люди которым гораздо больше не хватает и насущного куда более насущно я думаю мы можем на этом закончить вот мы пожелаем чтобы у них и дальше все было хорошо предела совершенству нет и чтобы те кто нас дослушал до этого момента ставьте лайк потому что явно мы этот лайк заслужили если вы до сих пор с нами вот значит да и чтобы у вас тоже было хорошо и вот я больше скажу вот сейчас поскольку я читаю финансовые новости то сейчас очень хороший репорт был по безработице и по зарплатам по доходам населения и так далее все изумительно поэтому я как-то вот тоже кто-то спекулирует и не спекулировал я не буду сильно переживать вот и так чтобы у вас все тоже было хорошо тем более когда вы лайк ставите вы тем самым себе даете позитивный такой пинок вот те которые дислайк ставят они сами у себя энергию отнимают вот а которые ставят лево нажимать которые ставят да значит а которые ставят лайки они как бы с добром пришел с добром ушел вот больше добра принес больше добра унес вот такое общее философское рассуждение счастливо ребят